Здравствуйте, эфире Якутия 24 новости экономики в студии Евгения Баженко. 94 многоквартирных жилых дома введены в эксплуатацию за 5 лет в местах компактного проживания коренных малочисленных народов республики. По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы в северных районах Якутии переселено 1699 граждан из 544 помещений. Построен и введен в эксплуатацию 51 многоквартирный жилой дом. Кроме того, в местах компактного проживания коренных малочисленных народов севера с 2003 года введены в эксплуатацию 17 школ и 5 детских садов. Такие данные были озвучены министром архитектуры и строительного комплекса республики Верой Кузаковой на 7-м съезде коренных малочисленных народов севера, который проходит в эти дни в Якутске. Расходная часть бюджета республики в первые два месяца текущего года на 4,5 миллиарда рублей превысила показатели первых двух месяцев предыдущего года, что главным образом связано с повышением минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года. На эти цели было направлено 2 миллиарда рублей. Об этом рассказал министр финансов республики Валерий Жандоров. Однако и доходная часть бюджета за это время превысила прошлогодние показатели на 4 миллиарда 300 миллионов рублей. По данным первого заместителя председателя правительства министра экономики Михаила Осипова, за январь-февраль воловой региональный продукт вырос на 5,8%, что существенно выше средних показателей по стране, которые равны 2%. В основном рост произошел за счет промышленного производства, что связано в первую очередь с добычей алмазов и нефти. Федеральная дотация на повышение минимального размера оплаты труда для Якутии составит более 500 миллионов рублей. Всего регионам из резервного фонда правительства России выделяется на эти цели 20 миллиардов рублей. Деньги распределены между регионами не в равных долях. Так, дотация, предоставляемая республике, несколько выше средней суммы. Закон о повышении минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума подписал президент России Владимир Путин две недели назад. МРОД должен быть повышен с 1 мая 2018 года. Это второе повышение за год. Для владельцев дальневосточных гектаров снизится ставка по кредиту на покупку деревянных домов. 15% от общего объема программы субсидирования ставок по этому виду кредитования зарезервируют для получателей гектаров. Об этом рассказал замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев. В 2017 году более 1200 получателей земли уже воспользовались господдержкой на общую сумму более 250 миллионов рублей. Пока наиболее востребованы меры поддержки у аграриев. Это субсидии на приобретение сельхозтехники, посевного материала и животных. Тем временем на создание инфраструктуры для дальневосточных гектаров власти Якутии, Сахалинской области и Хабаровского края на территории своих регионов собираются потратить более 300 миллионов рублей. Такую сумму назвал заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. Прежде всего будет создаваться транспортная и энергетическая инфраструктура. Напомним, что в этих регионах рассматривается возможность создания нескольких поселений на базе дальневосточных гектаров. Компания «Алроса» собирается начать интернет-продажу бриллиантов и готовит для этого специальный сайт. Компания намерена ориентировать онлайн-торговлю не только на внутренний, но также и на зарубежный рынок. Думаю, что в этом году запустим. Мы платформу уже разработали, соответственно, сейчас решаем вопросы, связанные с логистикой. Есть вопросы соответствующего маркетингового наполнения, сопровождения этого сайта. Это пока все в процессе доработки. Об этом сказал заместитель генерального директора компании по сбыту Юрий Акаемов. По итогам 2017 года «Алроса» снизила чистую прибыль по сравнению с 2016 годом. Однако начало этого года показало хорошие продажи, а финансовые аналитики ожидают роста акций компании. И еще одна новость от «Алроса». Здесь продемонстрировали детектор, позволяющий идентифицировать бриллианты природного и синтетического происхождения. Прибор серийный и является собственной разработкой компании, произведенной совместно с Российским технологическим институтом сверхтвердых и новых углеродных материалов. В компании рассчитывают, что благодаря относительно небольшой цене и высокой точности детектор будет востребован как в России, так и за рубежом. Он поможет бороться с недобросовестными поставщиками, которые смешивают выращенные в лаборатории синтетические камни с натуральными бриллиантами природного происхождения. Сегодня Якутия занимает первое в стране место по поголовью лошадей. Об этом сказал Егор Борисов, поздравляя коневодов-табунщиков с их профессиональным праздником. Цитата. «У республики большие возможности по развитию табунного коневодства. В Якутии в данное время трудится более 1700 коневодов-табунщиков. При этом поголовье лошадей на 1 января 2018 года составило почти 184 тысячи», сказал Егор Борисов. Также глава республики сообщил, что коневодческие базы в республике строятся в рамках софинансирования из государственного бюджета. 100 коневодческих хозяйств получили поддержку в размере не менее 1 миллиона рублей. Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендовал отклонить законопроект о передаче ресурсоснабжающим организациям обязанностей по установке счетчиков ЖКХ. Напомним, что сейчас граждане устанавливают их за свой счет. Цель авторов документа – пресечь необоснованные требования по замене счетчиков. Однако депутаты посчитали, что если собственники жилья передадут приборы учета на баланс ресурсоснабжающих организаций, это может повлечь за собой рост тарифов на коммунальные услуги. Определить правовой статус самозанятых до 26 июня поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев Минюсту Российской Федерации. Напомним, что в конце прошлого года самозанятых было предложено приравнять к индивидуальным предпринимателям. Однако Минэкономразвитие эту идею поддержало, а Минфин – нет. По мнению финансового ведомства, у самозанятых должен быть особый облегченный статус, который позволит им заниматься только определенными видами деятельности. В итоге статус самозанятых так и не был определен. По оценкам Минтруда, сегодня в нашей стране насчитывается примерно 12 миллионов самозанятых. Росстат утверждает, что таковых 25 миллионов, а эксперты называют цифру в 40 миллионов человек. Рынок акций Российской Федерации вырос во вторник по основным индексам на фоне укрепления рубля и увеличения цены на нефть. Майский фьючерс нефти марки Brent поднялся до 1,73%, по стоимости составив 67 долларов 19 центов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Среди лидеров роста акций компании «Уралкалий», «Интеррао», «Газпром», «Яндекс», а также якутская компания «Селегдар». Смарт-контракт, то есть договор исполнения обязательств, по которому осуществляется с использованием цифровых и финансовых технологий, предлагает ввести в юридический оборот комитет по финансовому рынку Государственной Думы. Депутаты внесли на рассмотрение парламента законопроект о цифровых и финансовых активах. Специалисты пока неоднозначно оценили инициативу и полагают, что проект нуждается в дальнейшей доработке. Документ, предложенный парламентариями, с одной стороны, признает существование криптовалют и легализует этот рынок, с другой – искажает суть, считая их имуществом, а не платежным средством. На этом все. Оставайтесь с нами в курсе экономических событий на Якутия-24. Субтитры создавал DimaTorzok